...много, потому что он их не тратит, он очень скромный уже с жизнью, он по профессии переводчик. Кроме того, переводчик, имеющий определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему создать семью и активно функционируют в социуме, поэтому он живет в уединенном месте и живет очень скромно в этом деле. На семью и на проведение ракобиста «День ракобольный жилье». Досада вся в следующем. Для выполнения роли этого проекта ему необходимо воссоздать, скажем так, типичности, к ментаре, характеру, вкусу, образ жизни человека, жившего в советской стране. Человек, который умер, к сожалению, молодым, 26 лет, в 1981 году, но во втором половине 70-х человек, мечтая о профессии учителя литературы старших классов средней школы, написал ряд эссе. Эссе, посвященное некоторому произведению Алексею Максимовичу Бутову, его личное впечатление и его соображение о том, как он мог бы преподать, преподнести эти произведения своим ученикам-дециклассникам, чтобы пробудить в них интерес. Потому что то, что написано в учебнике, в этих произведениях, для творчества Бутникова в целом, это кошмарный эссе. И это действительно, дорогие друзья, кошмарный ужас, потому что для работы над книгой я попросила своих друзей, мне достали учебник русско-советской литературы для 10 класса, ну, забывали 2009-го или 2008-го, на всякий случай, именно тех годов, 1972-го, 1973-го, 1974-го, то есть те учебники, в которых я учился. Я бы очень хорошо помню, что после прочтения учебника никакого желания читать Буткова у меня не возник, кроме отвращения и ужаса, человек не вызывал ничего. Все сплошь про ведущего вам праведряда, про загнивание буржуазии, и, ну, те, кто постарше, наверное, хорошо помнят. Те, кто поможет, этих учебников не видели, а люди моего покорения, если бы сейчас такой, наверное, помнят. И вот этот молодой человек, рано умершему, стало страшно жалко, что дети, почитавшие учебник, именно этими глазами будут читать Буткова и проскочит мимо огромного количества интереснейших коллизий, важнейших проблем. Бутков вообще ни разу не про революцию. Он про жизнь, про любовь и про человека. В революции там у него, ну, только в некоторых местах специально пределы на их классе. На самом деле он никак с этим вопросом не интересовался. И вот по текстам этих эссе нужно попытаться больше про молодого человека достоверно не известно ничего. Не достоверно, известно многое. Есть рассказы его матери, есть рассказы его сестры, но априори понятно, что все эти рассказы не правы. «Единственная правда состоит только в его личном восприятии одновременных текстов». И весь эксперимент, ну, как его называют, я его называю в листах, посвящен тому, чтобы попытаться прочитать Горького молодыми глазами с учетом определенных ограничений, существовавших в советское время, и по результатам этого восприятия рядом группы молодых людей попытаться восстановить, каким же был вот этот молодой человек камерный решен. То есть вот, это не столько эксперимент, сколько решение логической и аналитической задачи. Вот в чем отличается ведущий его писатель. Я сделал небольшой спойлер, работал целое эссе и даже небольшой рассказ. Надеюсь, он вас заинтриговал. Друзья, еще раз напоминаю о том, что вы, конечно же, в письме… Поэтому добавили слово «Горький». Оно достаточно усмысленно звучит, но вполне оправданно, потому что, с одной стороны, действительно речь идет о восприятии текстов именно Горького, а вот никакие другие. В ходе эксперимента читаются участниками и анализируются романы делу Артамоновых и Фома Гордеев, «Прица и Мещане», «Дачники», «Последние», «Старик» на дне и оба варианта вас. И второй смысл в том, что для некоторых участников происходящее на эссе стало горьким уроком не только для молодых участников, но и для самого главного организатора. Это не значит, что все умерли, нет, все живы-сорвывали, никто не умер, никого не убили, но определенные выводы о неправильности собственного мышления и собственного отношения к жизни благодаря всему этой ситуации для персонажей жизни. Спасибо. Очень сложно рассказывать о книге, не давая спойлер. Возможно, и не все выжили, давайте скажем так. Ждите третьего тома. Давайте поговорим о семидесятых, раз уж, собственно, тот самый эксперимент, о котором мы говорим, строился на том, что создавалась атмосфера семидесятых годов. С чем лично у вас, возможно, не только как у писателя, но и как у человека, Александра и Марина, ассоциируется с семидесятой, и, может быть, несколько вещей, явлений, без которых, собственно, невозможно представить себе в то время, с вашей личной точки зрения? Семидесятые – это мои старшие классы, это мой университет и начало службы РУМВД. Семидесятые. Скажем так, первое главное ощущение – это будут старшие классы в школе. Все это вранье, но нужно делать вид, что я верю. Окончание университета и начало службы – это ощущение унижения от всего, начиная от необходимости стоять в часовых очередях для того, чтобы будет очень плохое мясо, если оно вообще себе не прогодится, и заканчивая бесконечным выслушиванием. Вы женщина, и у вас нет опыта практической работы, поэтому вам ничего не положено. Ненормальная должность, ненормальная работа, ненормальная зарплата, ненормального отношения. Вы женщина, вы не член партии, и у вас нет опыта практической работы. Все. Поэтому для меня семидесятые годы – это чувство бесправности и нежности. И вот это понимание я вложила в одного из молодых персонажей романа, их там шестеро, трое молодых людей, трое девушек. Один из них выходит из креста с пониманием того, что для людей советского времени самым болезненным, пусть не всегда осознаваемым, но именно болезненным ощущением было ощущение униженности, ощущение необходимости терпеть, терпеть и притворяться. Поэтому на сегодня те, кто остался еще живым, не функционирует из советского времени, очень негативно реагируют на любые ситуации, в которых нужно терпеть или испытывать унижение, а вообще вспоминать вот это неприятное чувство. А этот молодой человек, в которого вы вложили свое восприятие, те семидесятых, мальчик или девочка? Мальчик, молодой юно мальчик, молодой человек, да. Дело в том, что, учитывая мой преклонный возраст, я уже плохо могу с налета, вот, как говорят, скандачка, представить себе, как мыслить и чувствовать те, кому сегодня он двадцати до тридцати. Это уже не мое поколение, это то поколение, между которым и нашим поколением лежит пропасть почти непреодолимая. Такой пропасти не было никогда, ни в те, ни в одной стране, ни в одно время. Если кому-то интересно, почему эта пропасть именно такая огромная, вы потом вопрос зададите, если не будут расследовать, то, что будет интересно. И я попросила своего друга, молодого писателя, который как раз вписывает в жену взрослую категорию, познакомить меня с молодыми людьми в возрасте от двадцати до тридцати, которые готовы поградить несколько часов своего свободного времени на то, чтобы поиграть собой, про любые игры. Вот таких сессий у нас было не то три, не то четыре. Сереж, три или четыре? Мы были на двух, но мы были третьи, значит, четыре было сессии. И одного из участников этих сессий попросили прийти сюда, если у вас будут к нему вопросы. Приходили по четыре, пять, шесть главных людей. Мы предлагали им ситуации, которые нужно было придумать, как разрешить, с учетом тех ограничений, тех законов и тех правил, которые существовали в советской стране. Мне стало, не хочу сказать, что все понятно, абсолютно нет про внешнюю молодежь, но мне стало хотя бы что-то понятно. Мне стало хоть чуть-чуть понятно, чем они отличаются от нас, чем мы отличаемся от них. И мне стало понятно, что они, конечно, совершенно замечательные, если повернуться к ним лицом. К сожалению, подавляющее большинство, не скажу все, но подавляющее большинство представителей моего поколения, то есть тех молодых просто их отторгают. А молодые, соответственно, они нас не отторгают, они просто выстраивают стены. Мы им не нужны, а они нам непонятны. И точно так же, как мне стало обидно за тексты Гуртлова, за великолепные, потрясающие по своей глубине пьесы про жизнь, про каждого из нас, про то, что вечно, ни про какую не про революцию, забудьте эти глупости. Он никогда не был певцом революции великим правитарским писателем. Это премиум, которое нам навершили идеологию. Он был человеком, которого интересовали проблемы семьи и внутрисемейных отношений. И так же обидно мне стало за Гуртлова и обидно мне стало за нынешнюю молодежь, которую представители нашего поколения и следующие, наверное, после нас тоже, не хотят принимать отторгают. Считают глупыми, никчемными, разболтанными. Бог знает, какими. Это неправда. Нужно просто уметь их видеть, нужно повернуться к ним лицом. Ну, собственно, вот об этом вообще глава и книга. Кроме того, в книге есть еще один посыл, который я пыталась на протяжении многих лет озвучить во время встречи с читателями, во время интервью отвечая на вопросы, но поняла, что меня никто не слышит. Этот посыл проскакивает мне в уши, поэтому я решила просто заложить его в книгу. Потому что в книге он точно не проскочит, поскольку тритора посвящена именно этому. Мысль следующая. Она не новая, абсолютно каждому из вас известная, но почему-то большинство из нас регулярно не злой. Каждый человек читает книгу или смотрит фильм, или смотрит живописное полотно, неважно. Воспринимает чьё-то творение исключительно своими собственными глазами. Нет двух абсолютно одинаковых восприятий, потому что в этих глазах ваш индивидуальный, конкретно ваш жизненный опыт, ваши потери, ваши радости, события вашей жизни, ваши огорчения, ваши победы, ваши болезни, ваша личная семейная ситуация в момент прочтения книги, состояние вашего здоровья в момент прочтения книги. Это уникальный набор обстоятельств, которые нигде и никогда повториться не могут. Поэтому двумя одинаковыми глазами, пара глаз, так будет точнее, прочесть один и тот же текст невозможно. Поэтому вся литературная критика не должна иметь права на существование. А вот это интересный вывод. Ну и раз уж мы заговорили о молодом поколении, к которому я себя по году рождения не могу причислить, а вы выдали наш рояль в кустах, который у нас здесь находится. Благодаря любви, я думаю, он был Сергей. Да, Сергей Деревцов, друзья, Быловский, это один из тех, Сергей, представьте, пожалуйста, представьтесь. Один из тех, с кого писались, собственно, те молодые люди в романе «Бойки Квайс». Да. Углублялись, читали и литературу, и, что помимо тех учебников, которые требовались? Конечно, на память я еще пока не жалуюсь, но тем не менее. Настойной книгой для меня является, во-первых, издание «Намедник» в Парфёдовске, во-вторых, огромный такой совершенно непобъемный том, «Человека можно убить России в XX веке». Это тип циклопедического справочника календарного. Ну, буквально, понятно, когда какое событие, какое постановление, какой закон вышел, какой фильм вышел, кто умер. Хороший год. Да. Весь XX веке с 1901 по 2004. Причем книгу, которую мы пришлось покупать, это важно. Самое удивительное, что первый раз «Намедник» я пропал. Кто ее мог унести, для меня большая загадка, ее просто не поймете. Я понимаю, когда пройдет кольцо, дорогое, с бриллиантом, оно крошечный, шкула с зажаном нес, никто не заметил. Но этот вот таун, который инфолио, его такой вот толщиной, весь безумное количество килограммов. Я им пользовалась очень активно, когда писала «Взгляд извечницы», просто только на XX веке, и у меня был хорошим информационным постой. Потом, по известному дому у нас был ремонт, вот после ремонта книгу я не нашла, поэтому мне пришлось себя заказывать, покупать. Второй вопрос. Очень хорошие есть книги наших культурологов, например, «Повседельная жизнь Москвы в период Крущево и Брежнево». Есть прекрасное, оно очень научное, но тем не менее очень дельное, издание про магазин «Велевска». История вопроса, «Велевска как социокультурный феномен». То есть, вот такой литературе тоже достаточно много. Вот у меня запомнился «Велевска». Да. Были такие… Чики и полки были такие. Друзья, у меня есть вопросы, которые задавались на последствии интернета. Если у вас к этому моменту уже что-то созрело, для спросить, поднимите руку, мы дадим вам микрофон. Здравствуйте. Екатерина Архипова. Не знаю, права ли я, но мне показалось, что ваша предыдущая книга была очень депрессивной. Не потому ли вам захотелось… Да. Не потому ли вам захотелось вернуться в 70-е, которые, по крайней мере, в силу возраста были более светлыми, веселыми и так далее. Второй вопрос. Пару-тройку лет назад в парке «Сокольники» вы посадили сирень. Навещаете ли вы ее? Как она поживает? Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, что помните про мою сирень. Она жила здорово. Во всяком случае, в этом году она цвела очень симпатичными… Это даже гибрид какой-то хитрый сложный, поэтому на ней кисти… Как правильно кисти называются, да? Да. Вот то, что цветное, цветочное, оно было двух разных цветов. «Сокольники» – это все-таки недалеко от моего дома, поэтому навестите рейд на святое. Что касается депрессивности и цены вопроса, то, наверное, это ваше индивидуальное восприятие, потому что я не с тяжелым сердцем из цены вопроса вышла. Да, я устала после любых книг, но тем более не очень позитивный конец такой, многообещающий. И очень позитивный главный герой – Ромка и Алёна Амерами, да? Это связано совершенно было не с этим, связано было с другим. Когда я готовилась к написанию «Обратной силы», мне нужно было прочитать довольно большое количество русской литературы, написанной в XIX веке. Просто для того, чтобы получше ухватить атмосферу и осознать эти языка. Естественно, совершенно я все это читала. И Гоголя, и Дургенева, и Семенава, и Востоевского. Вспоминая при этом смутно, что мы говорили про это в школе, приходило в священный ужас от того, насколько испорчены были наши школьные восприятия вот этим советским, за идеологизированным преподаванием. Погон Чехов к мне пошел. А Горького я не трогала, потому что в голове это сидишь, что не пролетарские писатели, а мне нужно все это царское еще какое, аристократическое. Горького я не трогала. Это был единственный классик литературы из школьной программы, которого я не трогала в тот момент. И после обратной силы у меня, как правило, после написания книги несколько месяцев будет процесс восстановления. То есть я ничего не пишу, я ни над чем не работаю, я тупо читаю книги, смотрю кино, слушаю музыку, еще чем-то занимаюсь, но не работаю. Вот в период этого чтения беспрерывного книги я думаю, что в русскую литературу школьную я повторила, вообще-то у меня горький вопрос. Ну-ка я, ну прям так долго, делаю артамбург, читаю, думаю, боже, боже мой, оказывается наши учебники советские были еще хуже, чем в году. Вот именно поэтому возникла идея вот этой книги. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, я сейчас, Владимир, придам микрофончик, но хочу представить молодого человека, как мы Сергеем представлены. Нелина Роменова подошла к нам. Это вторая участница. Вторая участница. Назовем так фокус-группу, которая нещадно эксплуатировалась в ходе написания. Ну и при подготовке написали. Правда, это было жестоко, потому что ребята приходили все вечером после августа. А у них потом у вас ассоциалисты были голодные, уставшие. У вас хорошо, как кухня. Ну ничего, вообще, кроме воды не давали. Мы даже чем-то не бояли никого. Все было говорили, говорили, говорили и говорили. Они знали, что это написано. Нет, не знали. Хорошо. А вы второй раз приходили, может, уже не знали. А вы спросите? Да, Владимир, пожалуйста. Все-таки были в 70-х годах какие-то позитивные, сейчас это первый вопрос. И второй вопрос. Почему многие авторы сейчас ностальгируют по-божьему? Очень мало пишут о настоящем времени, за редким исключением, типа Романа Сенчина. Все-таки пишут о былых временах. И мы с вами делали книгу о 90-х. Возможно, это связано с тем, что люди чувствуют, что они как будто без времени сейчас живут. Потому что раньше событий было мало, но они запоминались надолго и производили колоссальный резонанс. Начиная от моды, новинок моды, культуры. Сейчас вроде каждый день ошеломляющие события, но они тут же, наверное, забываются. И ничего не производит сильных впечатлений на людей. Почему такой настоящий автор по прошлому? И по 70-м, и по 90-м. Еще вот 60-е замечательные эпохи. Ну, я не думаю, что так. В конец 50-х тоже был хороший. Жалко, что я была еще младенец. Их не было. Честно говоря, вам не знаю почему. Если речь идет о тех авторах, которые жили в 60-е, 70-е, 80-е, то это, наверное, примерно наши с вами ровесники. Для наших с вами ровесников в сегодняшней жизни действительно нет источников вдохновения. Писать не о чем. Именно потому, что мы сами углубили эту пропасть, которая существует между нами, сформировавшимися, и той жизнью, которая существует сейчас, и теми молодыми, которые на этой жизни функционируют. Мы ее не примем. Нам в ней ничего не есть. Это, во-первых. Во-вторых, какие-то авторы пишут действительно, как мне кажется, из чувства ностальгии, а какие-то пишут из других соображений. Если человеку, в принципе, свойственно дескопировать по своей молодости, то вот он с удовольствием противно или на ней пишет. Если ему это не свойственно, то он пишет на них меньше или не пишет совсем. На самом деле, вот мне часто задают вопрос, почему вы стали меньше писать детективов. Я объясняю, что моя главная героиня, любимая, долголетняя, вышла в отставку и может функционировать только как частный детектив. А писать детективы вот действующих полицейских я не могу. Они не работают, про них невозможно написать. Если про полицейских 90-х годов еще можно было написать более или менее реалистичный детектив, потому что они хоть что-то еще делали, то нынешние, как детективы, они не функционируют. Они функционируют, как зарабатывающие деньги, крышевальщики и писатели бумажки. А раскрывать преступления они не умеют. Чего про них писать? Они писали, про чему это время. Вполне возможно, что значительное число авторов примерно такого возраста не видят в современной жизни тех типажей, тех проблем, тех героев, о которых им интересно было бы писать. Все в этом старости, к сожалению, начинают отторгать современную жизнь. Есть такой трех. Чем мы становимся старше, тем неприятнее, непонятнее и непривлекательнее для нас окружающая действительность. Мы начинаем забыкаться, забыкаться, забыкаться. Совершенно из головы каких-то бредней, которые не имеют ничего общего с действительностью. Не знаю, помните ли кто-нибудь здесь присутствующий? Еще такой был автор, писатель Семен Малков. Помните, да? вหагиров acted. И так, где речь шла от яичного croisения все было нормально. Я вижу, он, что ездил вic flute. Причем вернуть 후 в забыкаться, это заставка тв. А дальше, чем дальше, тем страннейший, как говорится, он не жил, он этого времени не знает, он этого не понимает, а писать хочется, развергать он это писал до событий чуть ли не 2010 года, и это невозможно считать, потому что это настолько легко отбирать, это настолько вообще непонятно, по другому плану, не по нас. Я подозреваю, что с должностными авторами такие вещи происходят, про то, что мы хорошо помним и пишем, про то, что мы не понимаем, мы не пишем глупости, и не пишем совсем. А про пропасть можно? Нет, все-таки про пропасть. Да, да, да. Ну да, Тургеневу секунду. Во время Тургенева существует мировая литератия, наверное, огромное количество авторов, которые писали о проблемах непонимания между отцами и детьми. Это нормальное непонимание между поколением родителей и поколением детей, это абсолютная норма. Ну, тут случились одновременно еще две вещи. С одной стороны, произошла очень резкая смена социального, экономического и политического строя в нашей стране, что повлекло к абсолютному изменению этических ценностей, этических норм, правил жизни, правил поведения, целей, установок. Все поменялось. И только-только мы как-то более-менее начали соображать, как нам жизнь, вот в этой вот ситуации других норм, других правил, других моральных стержней, как на нас обрушился интернет. То есть начались совершенно другие информационные процессы, началась совершенно другая жизнь, началась совершенно другая степень публичности. И те люди, которые родились в середине 90-х и позже, то есть их сознательная жизнь, когда они уже умеют читать и пользоваться техниками, нажимать кнопочки, пришла с нами от интернета, это совершенно другие люди, совершенно другую ментальность. Это люди, которые не нуждаются в обществе, потому что есть целый виртуальный мир, где у тебя миллион друзей, где у тебя крупные отношения. Не говоря уже об играх и о возможности прочитать практически любую книгу, существующую на Земле, и посмотреть любую фильмы, существующую на Земле. Интернет дал возможность человеку сформулировать для себя очень опасную мысль. Опасную, потому что она неправильная. Мне никто не нужен. Мне никто не бывает слушать. Я отлично себя чувствую, вот он. У меня всегда есть с чем заняться. Передо мной вон сколько всего. А раз стоит человеку сказать один раз себе, мне никто не нужен, за этим следует целый ряд всяких разных поступков. Ребутся отношения, не берегутся отношения, не воспитывается в себе навык строить отношения и их поддерживать. А это огромный труд строить, поддерживать отношения. Это тяжелейший труд. Будь то отношения любого, романтические, дружеские отношения с коллегами, отношения с родственниками, со старшими родственниками, с младшими. Это всегда огромный труд. Потому что это умение идти на компромисс, это умение сдержаться и проволчать. Это умение сформулировать неприятную правду мягко и не обидно. Это огромный комплекс навыков и умений. И вот этот интернет, чудесный, которому я благодарна глубине души, потому что он привез к личному мне очень много пользы. Он лишит человека потребности все эти навыки себе разбирать. В результате, это люди, не умеющие жить в социуме, это люди, не умеющие общаться. Они даже не умеют познакомиться. Со своим мужем, с которым я прожила 30 лет, я познакомилась в формате. За время года. Сейчас кто-нибудь может на автобусе с девушкой познакомиться? Они просто не умеют, они делают все это по-другому. Об этом, кстати, тоже в книге довольно много написано. Они не умеют формулировать мысли, потому что формулировать не только мысли, но и эмоции. Потому что для этого есть эмоти, для этого есть смайлики, для этого есть стикеры. Зачем я буду формулировать, как мне грустно, как мне печально, как мне жалено слышать новость, которую мне сообщили. Ты же сколько с нами потратить сил и букв, много букв, я говорю. Когда проще ткнуть пальчик, нажать в косточку, и вот, как ты мысль, вырезать. Даже если у тебя нет смайликов, можно кубочки за бредочками поставить. И как только нет возможности воспользоваться вот этими уже готовыми формулировками в виде интернетной помощи, человек показывает совершенно беспомощник. Он не знает, как сказали, он не знает, как подойти, он не знает, как обратиться, как выразить мысль. Он не знает, как понять, что ему говорят, правду или нет. Потому что он привык общаться в интернете, то есть заочный. И считать эмоцию с лица живого собеседника, который смотрит тебе в глаза, он не умеет, он не обыкнуть. Мы этот навык в наше 40-поколение обрабатывали. С ясеного возраста, но какое лицо воспитательница, вот это нам и не испугать, я не могу. Мы уже в 3 года умели совершенно точно определить то, что мы делаем, вызывая равнодушие, одобрение, неудовольствие, негодование, нет, что сейчас будет. А нынешние они в 25-30 смотрят и понимают, вообще перед ними человеку, какие эмоции сходят. Поэтому они принципиально по-другому устроены. И вот эта обычная нормальная пропасть между отцами и людьми, которые в другом поколении существуют, она усугубилась еще и резкой сменой морально-этических ориентиров и правил, вызванных событиями в 90-х годах, плюс интернет. И эта пропасть уже совершенно оказалась непреодолимой. То есть нынешние 20-30-летние родители не понимают абсолютно, но самое обидное, что это не пытаются делать. Ну точно так же, как нынешние 20-30-летние наши поколения считают, ну уж такой веришь, ну уж просто такой. Причем, понимаете, когда я не была от 20 до 30, я поколение своих старших родственников тоже считала, что это нормально, это по-другому все очень. Но поскольку деваться-то было некуда, все равно мы жили вместе. Другого жилья у меня нет и не будет. То есть надо терпеть, адаптироваться и приспособиться. Это то, чему были обучены все советские люди, очень хорошо связываясь в новом области. У нас была прекрасная адаптивная способность, с которой мы рождались и которой мы развивали на протяжении всей нашей жизни. А сейчас молодые люди имеют полную возможность купить две люди. Снимать женю, купить женю, ехать в другую город, ехать в другую страну. И бережать на обязанности терпеть, терпеть и приспосадиваться. Все можно изменить для себя. Из неприятного окружения можно выйти, из неприятной ситуации можно выйти. Человека, который посмелось бы сказать, какую-нибудь гадость в интернете можно завалить. То, чему мы были лишены. Но за то, именно потому что мы были лишены возможности, возможности человека завалить. То есть мы должны с ним общаться. Это наш родственник, это наш коллега, это наш одноклассник. Мы никуда от него не денемся. Мы очень, в такой стране, употребли приличное выражение из уголовного лексикона, но отражающие суть. Фильтровали глаза. Мы думали, что мы говорим. Мы старались все-таки уж совсем грубые галости человеку в глаза не говорить. С одной стороны, мы учились быть дипломатами и учились тактичности. Но с другой стороны, поскольку быть дипломатами и тактиками хотим все, ну всем же надо было сосуществовать, как говорится в собственном мире. Мы намного меньше галостей, резкостей и грубостей говорили друг другу в глаза. То есть мы не тренированы на восприятии негативной информации о нас ценах. Вот эта наша необходимость адаптироваться привела к тому, что мы не тренированы на то, что нам говорят, гадости в лицо. А внешние молодые, они очень стрессоустойчивые. Потому что для них сказать человеку гадость, причем грубую, с использованием нервативной лексики, неспоревивую, унизительную, это настолько нормально в интернетном общении, что они к этому не узнали. То есть главное отличие от нас, от них. Мы лучше адаптированы, умеем терпеть и беспосадковаться, а не не умеют. Почему? А почему? Я хочу, я хочу. Если у меня есть свободное время, я тут что-то сижу на диване, посмотрю, кино и почитаю. Зачем я буду потратить свое время, свои силы и свою жизнь, которая осталась меньше, чем уже прожита, вот на то, чтобы вести программу мотивирования? Зачем? У меня нет потребностей. Как правило, есть какая-то первоначальная озарубка, какой-то замысел. Помимо написания приходят в голову еще какие-то соображения, я понимаю, что надо еще вот это, надо еще вот это, еще вот это, еще вот это, а вот об этом не надо совсем. Поэтому сколько получится в итоге, неизвестно до тех пор, пока я не поставлю последнюю точку. Потом я сдаю в безцелевом издательство, а издательство, исходя из объема, уже принимает решение, как это издают в бумаге, в каком виде. То есть, включительно их, кто изображал. Спасибо. Но, с точки зрения нашего многолетнего сотрудничества, как я уже сказал, второй десяток идет, и анализируя встречи с читателями, как на выставках, презентациях или в магазинах, выход произведения для тех, кто читает и любит этого автора, это праздник. И они всегда говорят, почему-то мало пишите, пишите больше. И я так понимаю, что три тома за раз, это тройное удовольствие для того, кто проглатывает один том буквально за вечер, это приятный бонус для стянуть на три вечера с любимым автором. Поэтому, если не чаще, то больше, пожалуйста, по этому. Ну, это же немного, и не железно. Ну, это так, просто. Ребята не знают, слава богу, не знают, что такое несвобода. Порадовало, что у многих из них все-таки мышление достаточно дисциплинированное, то есть неразбросанное, из всех, всего, у нас человек 15, наверное, на 4-х из всех было разных, только одна девушка на вопрос, как бы она поступила, ну, мы ей предложили вариант, уехал по распределению, в глухую провинцию, там от скуки и с тоски влюбилась, забеременела, родила, но молодой человек на ней не женился, три года прошли, она возвращается в родную Москву, ну, в свой родной город, с маленькими ребенком на руках, так она собирается дальше выстраивать свою жизнь. Профессию там ей какую-то придумали. Только одна девушка из всех присутствующих. Потом еще и он так, пока мне бабуточка поможет. Ну, что бабуточка поможет? Ну, представьте себе, вам нужно идти на работу. Ваша зарплата не позволяет, амерческий детский сад. Ну, и кроме того, амерческий детский сад, если нет. Что вы будете делать? Не записываю вас в сад. Вы думаете, что бабуточка поможет? То есть на все ответы, ну, хорошо. А если бабуточка очень старая? Ну, нет, почему бабуточка? Ну, там есть бабуточка, но она очень старая. Она очень старая, слепая, глухая, вообще, после инсульта, прорализованная. Нет, ну, моя бабуточка мне поможет. То есть, абсолютно тупая такая девица, упертая, уверенная, что ей все помогут. Ну, и хорошо, представьте себе ситуацию, вот по уличке у вас нет, вы хотите пойти с молодым человеком, будут у вас связаться какие-то отношения в кино. Куда наденете ребенка? С собой? Нет, с собой нельзя, кто в кино. У ребенка там два годика, полтора годика. Ну, подумаешь, я попрошу вам какую-то подружку, она посидит ей, на минуточку. Ваша подружка тоже целый день работа, она пришла с работы, ей нужно приготовить тюрьму, ей нужно сделать уборку, ей нужно вообще побыть со своей семьей. А если у нее нет семьи, значит, у нее есть личная жизнь, она тоже хочет на свидание. Ну, подумаешь, я вот, да, папа, я попрошу, она мне не откажет. Ну, вот такая вот тупая упертость из 13 человек была только в одном случае. Из чего я сделала вывод? Среди 10, меньше 10 процентов. Все-таки такие туповатые, но это в любом поколении их столько и есть. А все остальные, это все-таки нормально, конструктивно мыслящие ребята, что меня порадовало. Удивило то, что из школьной программы они не помнят ничего, хотя они все-таки молодые, все до 30. То есть школа была уж не там уж и давно. про Горького помнит, что были какие-то сказки, помнит, что была песня о Болевесне и о Соколе. И, ну что, Сереж, не нравятся глаза. Помню, говорит, еще роман на дне. Был не роман, а пьеса, да? Ну ладно, просто будет пьеса. То есть школьная программа из головы вырвалась с навычки. Что уделило. И немножко уделило то, что на вопрос... Знаете, делаешь, что такое комсомол, что такое комсомольское собрание? Про комсомольское собрание все должны сказать, что не знают. Про комсомол сказали так неуверенно, что он такое слышал. С одной стороны, можно порадоваться, что, слава богу, от всей этой уже в этом году и летают, чтобы были распространены. Медленно, когда ничего было. Но с другой стороны, удивилось, а как же они преподавали историю СССР? Вообще? Ну, помню. Не акцентировать просто. У нас же была обезаповка «Тетрионок», «Пионер» и «Соборец». А потом, если сильно повезет, то читали. Да, если повезет. Я даже помню камерные вопросы на приемки на комсомольце. Сколько стоят на комсомольце? Да, он был отвечает. На песцена. И еще огромный вопрос. Сколько комсомольцев сейчас был пришел в любом сези? Нет. Вот. Да. Это по-английски. К комсомол в 18-м году. Ну, тогда, раз уж такой прегрёздный допрос, слово «молодым», что вас удивило, порадовало, может быть, бурьи и гордования. ...помпитацию, потому что, в любом случае, это взгляд. То есть, наш человек говорит, посмотрите, вот этот текст с этими героями, с этими поворотами сюжета, можно прочитать вот такими глазами. Что в этом плохого? Одна и та же пьеса идёт по всему миру в разных театрах, это разные интерпретации разных режиссёров, всех это устраивает. Почему-то, как только речь заходит по хронизации, «Ой, ну, Боже мой, снял Герасимов «Тихий дом», значит, теперь все должны речь умилеть, и больше никто не с ней даже пробует». Ну, да, может, на чьи-то вкус последующие варианты были не так хороши, а на чьи-то вкус они были не лучше. Почему нельзя? Почему пьесы можно ставить по разным режиссёрам, а текст хронизировать нельзя? Пусть они претендуют, это очень здорово. Тем более нам, глупо, старикам, очень полезно посмотреть, как молодые читают и воспринимают этот текст. Но, может быть, мы хоть что-то ещё поймём о них, ещё один маленький шаг на навстречу сделаем. Повернуться надо друг другу лицом уже, наконец, а мы попами повернулись и гордо шагаем в разные стороны. Значит, и литературная критика — это взгляд, она может существовать. Да, пусть она называется взглядом. Да, да, понятно. Мы же привели к актуру. То, что написал литературный критик — это истина в последнем шаге. Как при советской власти нас учили любая фраза Пушкина, где не измельчись по три вещами совместными, всё, точнее, совместное. Прекрасные совмещения. Отличные совмещения. Тургенев там что-то сказал ещё, Чехов что-то сказал. Это истина в последнем шаге. Это живые люди, которые в этом месте сказали вещь, с которой мы можем согласиться, а вот в этом случае они явно или ошибались, или сказали то, с чем мы не согласны. Имеем мы право не соглашаться. И литературная критика точно так же должна закладываться на то, что с ней не имеют право не согласиться. Она же чувствует себя... Советские доказательства, как признание осуждённого Древышинского. Раз они сказали, что это гениально, значит, это букер, и все должны так считать. А если они сказали, что это низкоплохо и неудачно, то все должны так считать. Кто так не считает, тот глупый, недалёкий и низкодуховный. Вот я против этого борюсь. Автором-составителем, инициатором было издательство АСТ, которое придумало этот проект. Володь, если я ещё сейчас не про него скажу, вы мне поправьтесь, пожалуйста. — «Эксмо» — «Эксмо», да. А я думала... — «Холдинг Эксмо» — «Эксмо» — «Эксмо»... Ну, да. Я их уже путаю. Этот проект существует сам по себе. Проект «Народная книга» уже несколько лет. И были в 90-х, это далеко не первая, это, наверное, десятая книга, в общем, совсем не первая. Но мне предложили стать автором-составителем, то есть мою задачу входило прочесть все то, что присылается людьми на издательство, отобрать то, что мне покажется, наиболее любопытно. Качество письма в расчет не берется, потому что книга народная и авторы ее не обязаны быть профессиональными литераторами. Им может быть кто угодно, может быть профессиональный литератор, может быть журналист, может быть дворник, врач, просто кто угодно. И самое главное, чтобы он описывал или свою жизнь, или жизнь своих близких, которые он видел собственными глазами, или слышал их рассказ на собственные уши, в том, что происходило с его степенью. Отобрать самое, на мой взгляд, интересное, сгруппировать публики и создать сборы. Вот это была моя задача. Ну что, собственно, я и сделала? Взяла себя за это, во-первых, потому что 90-е действительно крайне любопытный период нашей жизни. Я уже об этом говорила. Начало 90-х вставил клин в трещину, конец 90-х с интернетом, клин развернул, и трещина превратилась в пропуск. Во-вторых, мне всегда интересно попробовать себя в чём-то такой, чего я никогда раньше не делала. Несмотря на мои качественные годы, я ещё не утратила вкус их жизни, вкус их обучения. Я всё время делаю что-нибудь такое, ничего не делала раньше. Поскольку мне понравилось, что я была автором состоителю подобного сборника, мне было интересно, смогу ли я выполнить эту работу, как она там проходить. Мне было просто интересно. Помимо интереса к самому периоду 90-х. А тут несколько дней назад у меня брали интервью и задали мне вопрос, это не хочу ли я попробовать написать в жанре фэнтези. Естественно, я сказала, что нет. Влечение меня эта мысль задела. Тут я выношу потихонечку мысль о том, чтобы написать что-либо в жанре фэнтези. Не следующую, конечно, книгу, потому что нужно набраться оттаянства, нужно разобраться как следует в том, какие законы существуют в этом жанре, какие обычаи, что вообще в этом жанре и как написано. Кроме «Игры престолов» я всё ничего не читала. Но я повторяю, я не боюсь новой работы. Мне всегда интересно по этому.